Дальше. Возраст. Старайтесь набирать коллег себе по возрасту. Не думаю, что 30-летнему мужчине будет комфортно играть с 13-летними ребятами или наоборот. Надо понимать, что юношеский максимализм заставляет подростка быть более импульсивным, вспыльчивым. А вам хочется покоя, выпустить пар после напряженного рабочего дня и спокойного течения диалога. Всегда уделяйте внимание новичкам. От этого зависит ваша перспектива. Даже животные предпочитаются держаться в стае. Новички после недолгого блуждения в одиночестве, как бы одни, скорее всего пойдут искать другую корпорацию. Может к самому цимусу перейдем цель собрать? Чтобы ты грамотно рекрутировал людей? Вот. У тебя эти вопросы все будут задавать, это ты должен понимать. Рекрутинг это не только принимать заявки от людей, это заниматься уже людьми, которые внутри корпы в первую очередь. Все, что я объясняю, понимать нужно, иначе вы просто не понимаете, что происходит. Это и инструменты. То есть вербовщик должен понимать, почему звезда, почему в названии обязательно русская стоит. Я не националист, не патриот. То есть задача в данный момент это реклама. Люди замечали нужный бренд. То есть я не хотел подчеркнуть этой звездой какое-то свое отношение к России. Я хотел, чтобы русский человек это заметил. Русскоязычный. Все это рычаги. Прежде чем вообще приступать к вербовке, нужно понимать, зачем это вообще делается. Почему именно так это делается, а не как-то иначе? Идем дальше. Когда человек приходит к вам новый, он испытывает 4 стресса. Любой человек. Даже если вы думаете, что вы не такой, вы ошибаетесь. Просто у каждого по-разному проявляется это. Кто-то может от страха много говорить, кто-то может наоборот в себя уйти, кто-то боится в голос зайти, кто-то блевать идет, кто-то ссыться. Это просто у всех реакция организма свои, но тем не менее они есть. Так вот, первое, это опасение всего нового. Любой человек боится всего нового. В любую комнату вы заходите, первое дело, что вы делаете в этом помещении, вы начинаете осматриваться по сторонам. Может, за собой этого даже не замечаете, но на самом деле вы это делаете. То есть, безопасно ли тут? Потом, второе, это адаптация в новом коллективе. Незнание принятых норм поведения. Третье, опасение, что его не поймут. Ну и последнее, четвертое, это боязнь не соответствовать квалификации. Почему вот порой там люди говорят, я там сначала посижу, покачаюсь, разберусь, а потом в голос или в карпу потом вступлю. Просто кто-то больше, кто-то меньше этого всего опасается. Поэтому юрбовщик, говоришь, это понимать и быть более снисходительным. Потому что человек волнуется, у него стрессы. Он может из-за этого тупить, волноваться. Из-за того, что он нервничает, у него там в любого рода могут косяки быть. Он не видит чат, он не видит слова, он может идти в дискорд, он там, блядь, настроить что-то не может. Он бюллетеней не видит. У кого-то дрожит голос, у кого-то руки. Кто-то торопится. Поэтому повторяю. Четыре стресса. Опасение всего нового. Адаптация в новом коллективе. Не знаю, потому что не знает норм. Опасение, что его не поймут. И боязнь не соответствовать требованиям. Поэтому вербовщики должны быть снисходительны. Тем не менее, работаем последовательно, жестко и не сюсюкаемся. То есть подход «все люди нужны» отвергается. Не все нужны. Человек, которого не интересует ПВП вообще, категорически он отпорщ. Он не интересен. То есть этому человеку прямо в лоб это говорится. Если человек говорит слова типа «чем вы лучше других? Почему я должен выбрать именно вашу корпорацию?» Ему отвечается «не хотите, не вступайте». Объясняю. Даже в торговле. Если ты слишком угодливый, выслужливый, то твоя репутация, ценность в глазах покупателя падает. Следовательно, и товар, который ты предлагаешь. Поэтому вербовщик должен быть гордым, самодостаточным, уверенным, даже жестким. Конкурентов мы только хвалим. То есть а что вы можете сказать по такой корпорации? Личные ребята, знаю их. Все. Ты похвалил, но на самом деле ничего не сказал. То есть, конечно, говорить о том, что, блядь, у них там 10 станций, а у нас только 2, такого не надо. У них там обучений больше, а у нас меньше, этого не надо. Начнет спрашивать. Ну, уходишь вежливо от ответа и все. Ой, блядь, макароны. Да, пельмени горят на плите. Дальше. Людей всегда нужно как-то все-таки мотивировать. Как вербовщиков самих и других же рекордов. Нужно понимать, что если вы ничего не даете, ну, то к вам никто и не придет. Понятно, что мы даем тут обучение. Мы конкретно академию, и на этом мы специализируемся. То есть это отдел кадров. Мотивация. Это бывает монетарная и не монетарная. Ну, монетарная, от слова монета. По ней понимаются финансовые поощрения игрока. То есть за выполнение каких-то определенных там задач или там достижений, поручений. Можно конкурсы там устраивать с наградами для победителей и так далее. У меня монетарная. К ней уже относятся благодарность, повышение по рангу, поздравления. Ну, различного рода признания. Обычно выбирают либо то, либо другое. Лично я выбираю оба. Ну, мне так хочется. Почему вообще к мне, там, пусть им не дать медальку, еще и денег сверху. Поэтому при вербовке, то есть тоже все эти моменты можно учитывать и говорить. Что вот у нас класс-система поощрений есть. То есть там лучший покупатель, лучший там ПВПшник, там, там, лучший Е там. Все вот это то, что я вам сейчас до этого рассказал. Ну, это создание микроклимата в коллективе. А вот это вот создание микроклимата лежит на вас. Ну, и в вербовщиках, инструкторах, вообще на руководящем составе. Потому что это все как бы маленькие нюансы, которые сделают очень большую картину. То есть в нашем коллективе. И делают сам коллектив более сплоченным, дружным. А значит стабильным.